МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прокуратуру обратилась жительница города с заявлением о ненадлежащем исполнении обязательств вторым родителям ее дочери. С отца несовершеннолетней взыскали алименты на содержание ребенка и ее матери в размере четверти со всех видов заработка и других доходов ежемесячно. У отца ребенка имелась задолженность по оплате алиментов на содержание несовершеннолетнего в размере более 60 тысяч рублей. В прокуратуре города был произведен расчет неустойки в размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки за определенный период. По результатам проверки прокурорам города было направлено исковое заявление в суд о взыскании с отца ребенка неустойки по алиментам в размере более 6 тысяч рублей. Судом требования прокурора были признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме. Житель города заплатит штраф за оскорбление женщины и мужчины, признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначен штраф в размере 3 тысяч рублей. В универе 2021 года водитель легкового автомобиля, находясь в помещении автозаправочной станции в городе Муравленко, высказывал выражение оскорбительного характера, содержащее негативную оценку личности, потерпевшей унижающие честь и достоинство. В связи с этим прокурором города было возбуждено административное дело по части 1 статьи 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть оскорбления. Унижение чести и достоинства другого лица выражено в неприличной или иной противоречии общепринятым нормам морали и нравственной форме. Прокуратурой по обращению жительницы города проведена проверка соблюдения территориальным фондом соцстрахования законодательства о социальной защите инвалидов. Учреждение не компенсировало инвалиду часть денег за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации. По некоторым заявлениям жительницы города фактический срок выплаты компенсации составил более 5 месяцев. По результатам проверки управляющему фонду социального страхования по ЕНАУ было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое в настоящее время находится на рассмотрении. По требованию прокуратуры заблокированы сайты с информацией о способах совершения суицидов. Свободный доступ к подобной информации, размещенной на вышеперечисленных сайтах, может нанести ущерб детской неокрепшей психике. Блокировка указанной информации направлена прежде всего на защиту нравственности, здоровья, жизни несовершеннолетних. В Муравленко выявлены факты, не надлежащие в оформлении трудовых отношений между индивидуальным предпринимателем и другим хозяйствующим субъектом. Был заключен договор субподряда на проведение работ по благоустройству улицы Муравленко в районе торгового центра «Север». Для проведения работ на объекте предпринимателям было привлечено три человека в качестве дорожных рабочих. При этом проверку установлено, что с двумя работниками трудовые отношения належащим образом оформлены не были, трудовые договоры заключены не были. В целях устранения нарушений индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушений. Возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 11 тысяч рублей. Прокуратурой проведена проверка соблюдения трудового законодательства. Житель города на основании трудового договора работал в некоммерческом товариществе «Дружба». Установлено, что заработная плата за июль текущего года, а также отпускные в установленный срок выплачены не были. Задолженность составила более 100 тысяч рублей. В целях устранения выявленных нарушений председателю садового товарищества внесено представление об устранении нарушений. Мировому суде направлен судебный приказ для взыскания задолженности по заработной плате. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении виновного лица дела о административном правонарушении. По требованию прокуратуры заблокированы сайты с информацией о продаже трудовых книжек. Свободный доступ к подобным ресурсам способствует совершению преступлений и разрушению общественных устоев. Статьей 324 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за приобретение или сбыт официальных документов государственных наград. Указанные исковые заявления судом рассмотрены, удовлетворены к полному объеме и обращены к немедленному исполнению. Городской суд прекратил действие права на управление транспортным средством. Мужчине был поставлен диагноз, который входит в перечень противопоказаний и ограничений к управлению автомобилем. Городский городской суд удовлетворил требования прокурора города в полном объеме и прекратил действие права на управление транспортными средствами жителя города до получения гражданином неочередного медицинского свидетельствования. По требованию прокуратуры города заблокированы сайты с информацией порнографического характера. Интернет-ресурсы были выявлены в рамках мониторинга. Прокуратурой города направлено в Муравленский городской суд 8 исковых заявлений с требованием о запрете распространения указанной информации. В августе этого года судом заявления прокурора рассмотрены и удовлетворены, ограничен доступ к 24 сайтам с указанной информацией. В Муравленко проведена проверка исполнения аптечными учреждениями законодательства о доступности зданий, в которых они находятся, для маломобильных групп населения. В ходе проверки сотрудники прокуратуры обследовали 9 аптечных пунктов, нарушения выявлены в трех из них. Таким образом, условия для беспрепятственного доступа инвалидов в помещение аптечных пунктов указанных организаций в настоящее время обеспечены ненадлежащим образом. Рабоспособность кнопок вызова персонала руководством организации не контролируется, что, в свою очередь, посягает на право инвалидов на социальную реабилитацию и достижение ими равных с другими гражданами возможностей в реализации конституционных и других прав. По результатам проверки, руководство указанных аптечных учреждений были внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, которые в настоящее время находятся на рассмотрении. Устранение аптечными организациями выявленных нарушений находится на контроле прокуратура города. Дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей, как и инвалиды первой и второй групп, обслуживаются вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, служб быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, а также в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях, обслуживающих население, а также пользуются правом внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами предприятий, учреждений и организаций. Изменения вступили в силу в июле текущего года. Внесены изменения в Семейный кодекс России о зачислении в одну школу или детский сад родных братьев и сестер, независимо от их прописки. Теперь ребенок имеет право преимущественного приема на обучение в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородный или неполнородный брат или сестра. Это означает, что теперь, если у детей разное место жительства, то при их зачислении в образовательное учреждение в приоритете будут родственные связи, а не место проживания или регистрация ребенка.